Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение Лену Ланге. Как всегда уточняю, что видео несет развлекательный характер, и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Лена появилась на ютубе с новым роликом. С днем рождения Дима, бывший муж у меня дома. Поздравляю папу, бывшего мужа, аффирмации в помощь. Здесь внимание, в помощь маме-одиночке. На минуточку так, у детей есть отец, который их официально признал, но Лену это не останавливает такие мелочи, она мать-одиночка, все, точка. В процессе ролика выяснилось, что проживая в этой квартире уже два года, Лена так и не озаботилась тем вопросом, чтобы установить у себя домофон. И поэтому каждый раз она вынуждена спускаться на лифте вниз и открывать дверь. Представляете, как удобно? Два года. Пришли дети, открываешь. Пришли гости, открываешь. Ну, имеется в виду, спускаешься на лифте и открываешь. Мы знаем также, что Лена славится любовью к доставке, к заказу еды на дом. Пришел курьер с едой. Также ты спускаешься на лифте и открываешь ему дверь. Да, два года, а светлая мысль о том, что тебе нужен домофон, так и не посетила Ленину голову. Дети пришли домой с папой, со воздушными шариками и спицей. У бывшего Лениного мужа был день рождения. Не знаю, я не предлагаю Лене, как хозяйке, торт ему испечь. Вы не подумайте, я же не изверг, в конце концов, Лене такие жуткие вещи предлагать, как самостоятельно торт сделать. Нет, но чисто символически можно было бы хотя бы какую-то свечку воткнуть даже в ту же пиццу с сыром. Все-таки у человека день рождения. А его садили за стол в одиночестве. Празднуй себе на здоровье, дорогой. Вот пицца у тебя перед носом, все, наслаждайся. И, собственно, посмотрела я на детей, посмотрела я на отца детей. И еще больше взбудоражило меня вот это название. Мать-одиночка, менеджер Лены Ланги. А ли кто там ей название кроликом придумывает и вообще весь образ ее. Вы уже там напрягите извилину, пошевелите ей слегка и придумайте какое-то другое словосочетание. Если вам уж так хочется позиционировать Лену как хорошую мать, во всяком случае, как мать вообще в принципе, ну придумайте там, не знаю, мать в разводе, мать в поиске, там, мать любительница подвалов и воздушных шаров. Ну что-то другое, кроме мать-одиночка. Но либо, если вы все-таки стоите на своем, вы утверждаете, вы уверены в том, что Лена мать-одиночка, то тогда объясните, пожалуйста, зрителям, которые не понимают, кто тот мужик, который вечером, ночью практически, сидит у Лены на кухне и ест пиццу. И дети, самое интересное, почему-то называют его папой. Кто этот мужик? Поэтому, да, выбирайте, либо вы меняете словосочетание мать-одиночка, либо отца детей придется как-то скрывать. И да, пока вот этот неизвестный мужик, ну Лена же мать-одиночка, сидит и ест, употребляет пиццу, дети тоже полакомились пиццей, Лена отказалась. Потому что незачем такой гадостью свою фигуру портить, это вот пускай бывший муж там, дети едят, сама Лена налегает на рыбку красную. Еще, знаете, на что обратила внимание, когда Лена моет полы, она надевает короткое черное платье, которое там развивается. Но вот когда к ней пришли гости, да не просто гости, а день рождения у этого гостя, Лена почему-то его встретила в футболке, в такой оверсайз, либо она растянутая, не знаю, волосы у нее там зафиксированы в какой-то хвостик. В общем, когда Лена наедине с полами, она старается принарядиться. А вот когда встречает бывшего мужа, то можно и так. Как была, в том и встречает. Еще Лена скачала себе специальное приложение с аффирмациями, скачала его сразу на английском языке и сказала, что это как раз-таки для того, чтобы тренировать свой английский язык. В процессе того, как Лена озвучивала эти аффирмации, выяснилось, что она не понимает, то есть много там слов, которые ей до сих пор неизвестны. И вы знаете, зачем тогда вообще аффирмациями заниматься, да? Если ты не понимаешь их смысл, смысл аффирмаций как раз-таки в том, чтобы ты понимал, что ты говоришь, чтобы ты в это поверил. Если ты не понимаешь, то зачем, какой смысл вообще аффирмации произносить. Поэтому да, скачать такое приложение на неродном языке, это, наверное, не самая лучшая идея. Ещё Лена, конечно, умудрённая опытом Лена, нам говорит, что аффирмации реально работают и что они очень помогают. Вы знаете, я даже не буду с этим спорить. Вопрос в другом. Я посмотрела на статистику этого приложения, когда Лена нам его показывала близко к камере. И на что я обратила внимание, 50%, то есть половина категорий Лена прошла, то есть прочитала аффирмации ровно один раз. Вторую половину, 50%, Лена прочитала ноль раз. Отсюда вопрос, откуда ты знаешь, что аффирмации реально работают и помогают? Ты ещё не успела проверить. Твоя статистика об этом не говорит. Она тебя с головой выдаёт. Ты даже половину приложения ещё не прошла. Так откуда вывод, что аффирмации работают и помогают, и ты учишь этому других? Ну, потренировалась бы хотя бы месяц, чтобы хотя бы какой-то опыт появился, а потом бы заявляла, вот помогают. Ну и если не хочешь тренироваться месяц, то хотя бы тогда показывай это немножко с другой стороны. Скажи, вот такую интересную вещь нашла. Буду надеяться, что мне поможет. То есть в будущем времени они уже как свершившийся факт, как какую-то универсальную таблетку, которая вот замечательно работает. Ты же ещё не успела проверить, работает, а может не работает. В инстаграм Лена, как мать-одиночка, ну как все матери-одиночки, сходила на маникюр, занялась английским языком, сделала себе полезный шейк. Но главное, она успела попеть нам в песенке. Голоса её особо слышно не было, зато были видны аксильные окривляния в камеру. Ну всё в стиле Лены. Опять же у меня вопрос, зачем? Ты что не понимаешь, кто твоя аудитория? У Лены сидят женщины по большей части, по большей степени от 35 лет и старше. Нам даже Кристина Мотиватор недавно озвучивала свою статистику и говорила, что у неё большая часть этой женщины, большая часть этой аудитории 50-55 лет. И вот отсюда вопрос на засыпку, что называется. А правда этим женщинам интересны вот эти кривляния лица в камеру? Либо может всё-таки завести уже тогда второй профиль, обозвать его как-нибудь поющая, танцующая блондинка. И этот профиль будет ориентирован на мужскую аудиторию. Вот мужики как раз-таки заценят, оценят и не обесценят все эти кривляния в камеру. В плане я пою, также швабру мы используем как караоке, танцуем со шваброй. Мужчины оценят. Но женской аудитории какой смысл это показывать? О чём Лена вообще думает, когда снимает свои сторис, на кого они рассчитаны? На этом всё. Пишите, что думаете. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok